Так, ребята, немножко шумно, но хочу показать бульдозерный вариант экскаватора. Дело в том, что гидравлика вообще никакая не работает. Стопорю стрелу, ну, можно, ну, чтобы педалью тормозной ставлю и пошёл толкать. Это единственный способ оттолкнуть на этом экскаваторе, потому что гидравлика уже никакая. Ещё, наверное, масло нагрелось, как вообще. Подняли, отъехали назад. Быстренько. Вот жалко, что стекло треснуто. Очень неудобно. Вообще сплошные неудобства. Ещё палец один на ковше начал вылазить. Приходится выбегать, заколачивать. Перекур был только один и тот на обед. И опять пошли бульдозером толкать. Потому что вниз сталкивать в яму уже запретили. Я там натолкал столько, что тот берёт в грохот. Второй экскаватор цепляет то, что я его только что толкнул туда. Это уже никуда не годится. Так, повернём, чтобы понятно было, о чём я говорю. Сейчас солнышко, зараза, в глаза светит. Ладно, я, может быть, потом об этом. Ну, вот тот экскаватор берёт, кидает в грохот. Это отсюда вываливается. И я, получается, беру, кидаю... Кидаю вот сюда, на вылет стрелы, сколько мне хватает. А оно сыплется опять туда же ему почти под ков. Получается, что один и тот же материал через грохот проходит дважды. Поэтому надо отталкивать. А гидравлика, зараза, нифига, еле-еле фурычет. Поэтому приходится вот таким макаром. Но я считаю, что это выход. Почему бы и нет. Есть экскаваторы. Ну, в основном это колёсные, у которых есть лопата бульдозерная. Правда, она слабая. Застопорю стрелу. И пошёл. Немножко опущу, прижму ещё. Плохо идёт, приподниму. Ну, в общем, рычагом действуешь точно так же, как бульдозером. Ну, я надеюсь, вы поняли. Эх, понравилось мне это дело. Правда, времени совершенно нету. Совершенно нет времени. Но надо толкать, толкать. Понравилось мне это дело. Кто-нибудь скажет, да нафиг ты это показываешь? Знаем мы это всё, умеем мы это. Но, ребята, не каждый это знает и умеет. А те, кто где-то кто-то о ком-то, о чём-то таком слышал, может, кто-то кому-то рассказал на словах. Вот, мол, делай так. Но никто не делает, потому что просто думают, что это глупость. Но ведь в некоторых ситуациях именно так и получится, что так вот. Мне на самом деле надо было сейчас переехать туда за эту кучу и брать, перекидывать её. Но нету нифига времени. Потом уже натолкаю, натолкаю. Потом уже перееду, перекидаю ещё. Потому что крохот работает без остановки. И куча растёт прямо на глазах. Та, которая у меня сейчас за спиной. Та, откуда я брал всё это и что здесь появилось. Так я хоть немножко подтолкну, подтолкну. Ещё бы побыстрее, бы он ехал, ёлки-палки. Да куда там? Старая, древняя развалюха. Всё, уже не хочет дальше.